В Северной Осетии подводят первые итоги муниципальных выборов, а в стенах СУГУ ученые со всего мира обсуждают главные тренды химии. В эфире новости на канале Осетия, в студии Алексей Смагин и коротко о самом главном на Чарьковской. Верный маршрут. Вячеслав Бетаров встретился с представителями маршрутного такси Владикавказа. Как будут решать проблемы перевозок пассажиров республики? Подход большого города. Жители пригородного района смогли проверить свое здоровье у врачей из Санкт-Петербурга, не покидая республики. Икону Божьей Матери Семистрельной привезли в Северную Осетию. Тысячи православных христиан республики ждут момента, чтобы прикоснуться к святыне. Предварительные итоги голосования озвучили сегодня в Республиканской Центральной избирательной комиссии. Напомним, жители 11 сельских поселений избирали депутатов собраний представителей. Восьми селах Алагирского и Кировского районов избирали глав муниципальных округов. По данным ЦИКа, средняя явка избирателей в четырех районах составила около 60%. Самая большая явка отмечена в Иравском районе. Там на избирательные участки пришли почти 63% жителей. Выборы депутатов районного уровня прошли только в этом районе. В остальных трех выбирали глав муниципальных образований и депутатов собрания представителей сельских поселений. По предварительным данным, в Иравском районе лидирует «Единая Россия». У них 52% с небольшим голосов. На втором месте «Патриоты России». Они набрали больше 18% голосов. На третьем «КПРФ». Следом «Родина» и «Справедливая Россия». Эти партии набирали больше 5% голосов. Их депутаты и будут претендовать на 25 мандатов. На втором месте по явке «Кировский район». Всего здесь работали 13 участков. В селах района выбирали глав поселений за исключением Эльхотова, где голосовали за депутатов собрания представителей. 5% голосов преодолели три партии. Лидирует «Единая Россия», набравшая больше 76%. На втором месте КПРФ и партия «Альянс зеленых». Всего выберут 15 депутатов. На третьем месте по явке «Пригородный район». В селе Куртад выбрали двух депутатов и главу в Даргавсе. И еще один район – Алагирский, где работали два избирательных пункта. В селениях Дзуарикав и Зарамак. Жители выбирали главу села и депутатов. Сегодня на пресс-конференции в ЦИКе также озвучили имена глав муниципальных образований, которые, по предварительным данным, набрали больше всего голосов. Секретарь ЦИКа Ольга Маркова подчеркнула, что выборы прошли организованно. Все участки вовремя приступили к голосованию. А койбы помогли быстро почитать голоса. Их поставили на 33 избирательных участках из 40. По словам представителей Центра сберкома, нарушений не было. Под сомнение поставили лишь голосование на дому представителями одного из кандидатов. Комиссия приняла решение о ручном пересчете бюллетеней. Отметим, что окончательные результаты озвучат сразу же, как только получат протоколы территориальных избирательных комиссий. Подробности окончательных итогов голосования мы озвучим в наших следующих выпусках. А пока предлагаем посмотреть, как проходили выборы в Северной Осетии. Наша съемочная группа побывала во всех районах, где состоялось голосование. Подробности в материале Карины Гигалаевой. Восемь утра. У районного дома Ильхотова все больше людей. Жители села говорят, для них день выборов праздник. Представителей ЦИКа встречают традиционными остинскими пивом и пирогами. После торжественного открытия сразу к делу. Первым голос отдает старейший житель села. За ним сразу же десятки человек. Из-за того, что сейчас началась уборка, всех ребят попросил, кто работает в сельском хозяйстве, пораньше. Прийти, отдать свой гражданский долг и дальше уже заниматься своими рабочими вопросами. В Ильхотово четыре избирательных участка. В каждом голосуют за депутатов сельского поселения. По пропорциональной избирательной системе из 26 кандидатов выберут 15. Они впоследствии решат, кто станет главой поселения. В остальных селах района глав выбирают сами жители. Всего в Кировском районе 13 участков. Заявленных избирателей больше 19 тысяч. Дальше по маршруту Лагирский район. Здесь два избирательных пункта. В селении Зарикав и Зарамаг. На участках зарегистрировано чуть больше 1200 человек. В 11 утра представители цикла прибыли в Зарикав, где к этому времени приголосовало более 200 избирателей. Жители выбирают главу села и депутатов. Здесь 13 кандидатов на 10 мандатов. В Зарамаге на 7 мест в собрании представителей претендует 10 человек. В селах для гостей тоже подготовили концерт. Подарками отметили старейших избирателей и тех, кто голос отдает впервые. А таких здесь оказалось 7 человек. Это мое первое голосование. Я этому очень рада. Ну, волнительно. Каждый раз я буду голосовать. Я не буду пропускать. Следующий район – Иравский. Здесь открыто 22 участка. А зарегистрированных избирателей больше 12,5 тысяч. В маршруте представители ЦИКа, Сургдегара и Чикала. В Иравском районе по уставу тоже пропорциональная избирательная система. 144 кандидата на 25 мандатов. А из них и выберут главу района. Решение примут сами депутаты. Для маломобильных граждан тоже есть все условия. Для маломобильных граждан тоже мы организовали выездное обслуживание. И они все смогут проголосовать дома. 90 человек. И еще один четвертый район – пригородный. Здесь три участка. Два – в селении Куртан, где выбирают депутатов сельского совета. И один пункт в Доргавсе, где из пяти кандидатур выбирают главу села. Всего в пригородном зарегистрировано чуть меньше тысячи человек. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Жанна Маргоева отмечает. Работа проделана колоссальная. Все продумано до мелочей. Никаких сбоев за время выборов не произошло. В ЦИК не поступило ни одной жалобы. Кроме того, явка во всех районах высокая. Абсолютно все избирательные участки открылись вовремя. У нас не дал сбой ни один комплекс обработки избирательных бюллетеней. Абсолютно все участки оборудованы стационарными рамками металлодетекторов, стационарными металлорамками. Обеспечены меры безопасности противопожарной, антитеррористической. На избирательных участках ведется видеофиксация того, что происходит. Подсчет голосов производился с помощью техники. На 33 участках из 40 работали КАИБы. Сегодня в Республиканской избирательной комиссии озвучили предварительные результаты. Окончательные итоги будут известны, когда получат протоколы территориальных избирательных комиссий. Карина Гигалаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. А сегодня уже подводят первые итоги единого дня голосования. Своим мнением о качестве проведения этих выборов в Северной Осетии с нашим телеканалом поделились в Общественной палате Республики, а также эксперты от партий и кандидатов. И вот что они нам рассказали. По мнению Общественной палаты нашей Республики, тех представителей Общественной палаты, которые дежурили здесь, в ситуационном центре, а также практически во всех четырех районах на избирательных участках, прошедшие вчера выборы были одними из наиболее спокойных, чистых и открытых выборов. Что бы я отметила? Во-первых, высокая, достаточно высокая конкурентность представителей партий, которые были представлены в депутатском корпусе тех людей, которые претендовали на должности в законодательные собрания, представительные органы, на глав поселений нашей Республики. Это первое. И второе, высокая организованность самой избирательной кампании. Выборы прошли очень даже хорошо, все было прозрачно, ясно, никаких замечаний. Приходили люди, голосовали. Никто людям не мешал, никто не подходил. Голосовали за того, кого они хотели. И звонков не было, и замечаний как таковых тоже не было. Выборы были очень спокойные, проходили в режиме достаточно хорошем. Впервые у нас были установлены КАИБы, и это было очень удобно, потому что на выборах, раньше на которых я присутствовала, подсчет голосов происходил, практически половину ночного времени занимал. Сейчас было видно и понятно, что никаких махинаций там не могло было быть. Частным компаниям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров, придется либо выполнять требования закона, либо поменять вид деятельности. Об этом говорилось на встрече главы Республики Вячеслава Бетарова с представителями компании БАРС. Предприниматели обратились на имя главы с жалобой, якобы в планах у руководства Республики вытеснить с рынка местные компании. Вячеслав Бетаров слухи о проверке. Однако подчеркнул, качество услуг должно серьезно измениться. Продробности в репортаже Николаса Джоева. И проблемы представители транспортной компании БАРС озвучивают непосредственно главе Республики. Говорят, что их незаконно лишают права работать. Вытесняют из отрасли пассажирских перевозок. Вячеслав Бетаров выслушивает, но вывод для перевозчиков делает неожиданный. Просто дать карт-бланш компании невозможно. Это конкурентный рынок, а значит, правила борьбы одинаковы для всех. Повысить качество услуги или уйти. Если у вас гараж есть, все, машины стоят там, утром садите свои машины, как это положено по этому закону. Выезжаете на линию, вас проверяют на алкоголь, давление померят. И только после этого на линию выезжаете. А нарушения действительно были. После встречи с главой Республики, руководство транспортной компании БАРС спешно приводит в порядок территории стоянки, где водители должны на ночь оставлять микроавтобусы. К примеру, водители не всегда оставляли транспорт в специализированном парке. И каким образом перед выходом на линию они проходили медицинское освидетельствование, непонятно. Компании-перевозчику были вопросы и относительно маршрутных карт, которых всегда было выдано на 50 машин. А по факту на линию выходило в два раза больше. Еще вопрос с уплатой налогов. В фискальном органе цифры по этой компании по нулям. Директор признает, надо исправляться. У нас были нарушения, но эти нарушения были независимы от нас. Эти нарушения были связаны с тем, что карты маршрута, которые нам выдали в администрации города, они не соответствовали 220-му ФЗ. Согласно этим картам маршрута, наши транспортные средства должны были относиться к малому классу. Но нам выдали на особо малый класс. В БАРС обещают, приведут в норму не только документы, но и сами машины. По их словам, работа уже ведется. Сейчас на линию выпускают 48 машин в хорошем техническом состоянии. Но не совсем понятно остается, пока ситуация с количеством машин, обслуживающих маршрут. Если компании официально выпускают на линию 48 машин, то по факту работает в два раза больше. Кто эти люди и чьи это машины? По словам представителей транспортной компании, некоторые водители выезжают самовольно. За них компания ответственности не несет. Отвечает только за свои 48 машин. В профильном ведомстве отмечают, работа по улучшению качества перевозки пассажиров ведется постоянно. И останавливаться на полпути никто не собирается. Большинство транспортных компаний уже работают в соответствии с требованиями закона. Постепенно обновляется и парк общественного транспорта. Конкурс выиграл «Алрус». На сегодняшний день в полном объеме работают уже из этих шести маршрутов три маршрута – 11, 34, 45. По другим приобретаются автобусы. Уже 14 автобусов имеются новенькие в гараже у «Алруса». До конца месяца будет еще приобретено до 27 единиц, которые будут выставляться уже по другим маршрутам. Общественный транспорт – постоянная тема для разговоров и для самих пассажиров. Люди говорят, долгое время ничего не менялось. Сейчас менее уже разделились. Замечаний нету. Водители всегда тоже внимательные, добрые. Приятно, что после восьми маршрутка всегда бывает. Что ты выйдешь и спокойно уедешь без проблем. Внутри они вообще все разваленные, сиденья шатаются. Сверху вот эти люки у них не закрываются. Все льется на пассажиров. И вообще как бы ступеньки ужасные. Оттуда если спускаться, можно просто упасть и попасть в травмпункт. Работа в этой сфере – дело не одного года. Навести порядок будет непросто. Уже много лет общественный транспорт в республике вызывает массу вопросов. Пассажиры жалуются на качество услуг, а государство не досчитывается налогом. Навести порядок в этой социально значимой сфере пытаются давно. Успехи есть, но пока небольшие. Впрочем, профильные ведомства заверили – останавливаться не намерены. Николай Жуев, Александр Каджаев. Новости о сети. Врачи из северной столицы – к услугам жителей пригородного района. Впрочем, и всей республики. Пройти медосмотр и консультацию у специалистов из Санкт-Петербурга – ценная и редкая возможность, которой люди непременно воспользовались. Ведь в питерских научных центрах сегодня создаются новейшие медицинские разработки страны. Как проходит прием пациентов – в репортаже Генрита Облеговой. Пройти полный медосмотр в одном месте, да еще и у высококвалифицированных специалистов. Такую возможность получили сегодня жители пригородного района. В селение Октябрьское такой медицинский десант из Санкт-Петербурга добрался впервые. Пациентов принимают на базе районной поликлиники. В коридорах не протолкнуться, а к врачам выстроились большие очереди. У меня головные боли, связанные с сосудами. Меня интересует сейчас сосудистый хирург. Я вот хочу к нему попасть. Я надеюсь, что опять будут положительные результаты. И в прошлом году я была очень доволна. Но я бы сказала, что наши врачи тоже не хуже. Мы очень довольны своими специалистами. Но все же таки вот хочется как-то сравнить. Медики это тоже подтверждают. Говорят, в основном люди приходят консультироваться. Но есть такие заболевания, когда своевременный осмотр специалиста может спасти жизнь. А современные технологии, которыми обладают в Северной столице, помогут пройти эффективное лечение. Вы знаете, что если рак выявляется на ранней стадии, а это может сделать только специалист-онколог, не участковый терапевт, то выживаемость приближается к 100%. Разница, как я уже сказал, есть в каких-то суперсовременных методиках. На УХАУ, которые разработаны в последнее время в Санкт-Петербурге. В Первом медицинском институте, в Мальнице Академии наук, в Институте онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Врачи-терапевты, онкологи, отоларингологи, экулисты из Санкт-Петербурга приехали специалисты по 21 направлению. Все они заслуженные врачи и профессора. Клавврачи лечебно-профилактических учреждений пригородного района заранее провели отбор тяжелых больных. Некоторые из них будут направлены на лечение в клинике Санкт-Петербургского Первого медицинского университета имени Павлова. Для нашего населения, для населения пригородного района, это большое значимое событие, благодаря которому есть возможность поправить свое здоровье. В основном работа проводится по тяжелым больным, тем, которым нужно оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Как вы видите, граждане активно посещают, интересуются и хотят, чтобы их проконсультировали специалисты из другого региона. В Северной Осетии врачи из Санкт-Петербурга не впервые. Акция проходит четвертый раз благодаря представительству Северо-Западного федерального округа и Осетинского землячества в Санкт-Петербурге. За эти три года специалисты осмотрели более трех с половиной тысяч человек, 1300 прошли лечение в Северной столице и 830 человек были успешно прооперированы. В пригородном районе специалисты из Санкт-Петербурга приняли более 200 человек. И это только первый день пребывания врачей в Северной Осетии. В течение недели медики проведут прием во всех районах республики. Кенрия Талбегова, Александр Каджаев, Новости Осетии. В Доме правительства наградили лауреатов премии правительства Северной Осетии в области молодежной политики. Премьер-министр Таймураз Тускаев лично отблагодарил работников за их многолетний и упорный труд. Грамоты получили представители государственных учреждений сферы образования. Все награжденные поблагодарили Таймураза Тускаева за оказанную честь и заверили, что и дальше будут продолжать работать на благо подрастающего поколения. В конкурсах мы постоянно принимаем участие, на протяжении всей жизни принимаем участие, где-то побеждаем, где-то узнаем, что нужно сделать, чтобы добиться победы. Учимся, это каждый день учеба, каждый день труд. И, конечно, очень приятно, что это оценили, увидели. Моздок, Владикавказ далеко, но вот, несомненно, это все видят, ценят, знают на таком высоком уровне. Ученые всего мира обсудят мировые тренды химии на конференции в СОГУ. В концертном зале университета официально открыли пятую Всероссийскую конференцию по органической химии. Главной темой обсуждения стало применение знаний по органической химии в различных сферах деятельности человека. Поделиться своим опытом в Северную Осетию приехали ученые из России, США, Германии, Франции и Японии. Мы очень рады участвовать в этой конференции. Это очень полезно для наших ученых, и мы хотим здесь узнать, чем занимаются местные исследователи, потому что это полезно для нас. Всероссийская конференция по органической химии с международным участием позволяет в целом университету, в частности факультету химии, биологии и биотехнологии, встроиться в те современные научные исследования, тренды, которые сегодня существуют. Конференция стала одной из крупнейших в России форумов в области химии. Выбор площадки проведения не случайен. СОГУ известен сильной химической школой, в частности исследованиями в области гетероциклических соединений. Добавлю, что более 600 ученых посетят конференцию за 5 дней. Итоги совместной работы исследователи подведут 14 сентября. Поприветствовать участников конференции приехал и председатель парламента республики Алексей Мачник. Это статус нашей науки. Я считаю крайне важным для профессорско-преподавательского состава и для наших студентов услышать сегодня лекции. Я послушал несколько лекций от ученых с мировым именем. Услышать лекции, которые слушают в лучших аудиториях. Я считаю, это стимулирует нашу науку. Это толчок к развитию. В Владикавказ привезли икону Божией Матери Семистрельной. В республику святыню доставили из Москвы. Уже в аэропорту к мироточивой иконе стали прикладываться люди. Ее доставили в первую бесланскую школу, где прошла заупокойная служба. Этот образ Богородицы прославился 20 лет назад. Она начала мироточить в обычной московской квартире. При этом особенно реагировала на некоторые жуткие события в мире. Во время гибели Курска, взрыве небоскреба в Нью-Йорке при захвате заложников в Беслане. Пять дней икона будет находиться в пяти церквях Владикавказа. Завтра ее доставят в собор Георгия Победоносца. 12 сентября в Осетинскую церковь. 13-го в церковь Покрова Пресвятой Богородицы. А после в Ильинскую. На выходных икону перевезут в Южную Осетию, где она пробудет два дня. После этого ее вернут обратно в Москву. Источает из себя маслянистую, благоухающую жидкость, которую мы в церкви называем миром. Эту жидкость, это миро брали на исследование. Первый раз нам сказали, что на 90% состоит из белка. А в другой раз исследовали и сказали, что там есть какое-то вещество, которое содержится в смоле лиственничного дерева. И вот эта смола обладает несколькими целебными свойствами. На этом наш выпуск новостей подходит к концу. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова